Доброе утро! И мы продолжаем. 17 февраля сегодня, напоминаю, и отмечаем Всероссийский день студенческих трудовых отрядов. Вот с представителями трудовых отрядов сегодня и поговорим, чем занимаются ребята, что это за отряды, кого в них принимают, и я много-много-много-много еще. И сегодня у нас в студии Василий Лаврентьев, руководитель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Любовь Зимкина, заместитель руководителя Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды по педагогическому направлению». С праздником для нас. Здравствуйте, спасибо. Большое спасибо. Ну, сегодня еще вечером вас будут ждать мероприятия почетные, приятные, праздничные. Но начнем с самого начала. Да, с самого начала. Все же о празднике немного. Все же как проводят праздники именно студотряды? Что для них делается? Может быть, как они традиции? Да, спасибо большое за приглашение. Нам очень приятно, что в этот день есть возможность рассказать о нас, о том, чем мы занимаемся, что делаем для студенческой молодежи. Вообще, почему 17 февраля? Дело в том, что 17 февраля 2004 года в Москве собрались неравнодушные люди, скажем так, которые думали о студенческой молодежи, о том, чем им заниматься. Ветераны стройотрядов советского периода. И вот на этом заседании было принято решение о создании, ну, или, как мы говорим, о возрождении движения. И было принято решение создать, ну, тогда еще молодежное, вообще российское общественное движение. Движение тогда еще было российские студенческие отряды, которые потом были реорганизованы в организацию. Собственно, потому что у движения студенческих отрядов очень богатая история, ему уже 64 года. Праздник молодой относительно, да, получается, что ему всего в следующем году будет 20 лет. И понятно, что традиций, возможно, еще как таковых нет. Но в этот день мы всем еще раз рассказываем, показываем то, чем мы занимаемся. Больше всего мы хотим, конечно, сделать праздник именно для ребят, для бойцов наших студенческих отрядов. Но и всем студентам рассказываем, чем мы занимаемся. Понятно, что вечером будет официально торжественная часть с награждением лучших бойцов, в том числе с приглашением правительства Ульяновской области. Там мы выделяем лучших. Ребята показывают творческие номера. Ну, и в очередной раз доказывают. У нас есть разного рода много поговорок. Но мы всем говорим, что мы лучшие движения в стране. Ну, наверное, этим и постараетесь каждый раз доказать. Это вот, Любовь, основная деятельность студотрядов в чем? Или их несколько направлений? Вот чуть подробнее. Направлений деятельности несколько. Это и медицинские отряды, отряды проводников, строительные отряды, отряды педагогические, сельскохозяйственные отряды и сервисные отряды. Так, вот если бы... Ага, ну вот сервисные, если об этом. Ну, то есть строительные мы представляем, еще к ним вернемся. Вот сервисное направление занимается тем, что в каникулярное время, это могут быть период зимних каникул или летних каникул, отправляются на различные объекты, чаще всего на Черноморское побережье, для того, чтобы работать там на наших объектах в сфере услуг именно. А вот педагогическое направление, это ваше направление? Это мое направление. Ребята работают в лагерях не только в Ульяновской области, но и в Анапе, Крыму. Ребята занимаются с детками педагогической деятельностью, получают профессию дополнительную, вожатые, свидетельства о профессии. И в течение года также участвуют в различных мероприятиях, конкурсах, где подтверждают свои компетенции. Но это всегда будущие педагоги или вовсе нет? Это может учиться на стройфаке, но решил попробовать себя. Да, очень много ребят с технического университета, из государственного, которые тоже присоединяются к педагогическим отрядам и проявляют себя ничуть не хуже в качестве молодых педагогов. Вообще, я считаю, что вожатые, да, это какая-то отдельная история у нас, да, потому что вы не поверите. Но это удивительные люди на самом деле, потому что вот у них, у педагогических отрядов, каждая смена – это какая-то отдельная жизнь. И как они вот за эти 21 день из разных детей, которые приезжают из разных уголков страны, или это ульяновские дети, которые работают, отдыхают в наших лагерях ульяновских, они их сплачивают, с ними занимаются, какую-то образовательную программу реализовывают. И за эти три недели становятся прямо семьей. И каждый раз, когда вот смены заканчиваются, я неоднократно присутствовал просто, как дети плачут, потому что они расстаются. Как вожатые плачут, потому что, еще раз говорю, вот вожатые – это какая-то отдельная история, потому что они же с детьми по-другому не получатся. Если ты душу не вкладываешь, сердцем к работе не подходишь, то с детьми не получится по-другому. И вот про вожатых – это, конечно, прямо отдельная песня какая-то. Ну, мне это откликается, потому что я сама работала несколько лет, ездила на Азовское побережье и работала там действительно вожатой. Поэтому для вас это знакомо. Да, да, это тема, которая достаточно близка. Все, что мы говорим, это правда. Да, и самое интересное, что вот в этой истории, здесь действительно история не про деньги, а про такой коллективизм, про такую вот душевность. Вожатые – это по любви. Но ведь у вас и история про доход, и хороший, серьезный тоже есть. Конечно. Это стройотряды, это что? Или это везде действительно, и в сервисе можно получить? Не только часть профессии, но еще и заработать как студент. Да, и мы считаем, что, ну вот сейчас уже, условно говоря, конечно, не в советский период, когда стройотряды, в буквальном смысле слова, за два месяца зарабатывали годовую зарплату своих родителей. Сейчас, конечно, чуть-чуть не такие доходы, да, и зарплаты у ребят. Но, тем не менее, даже для Ульяновского региона заработать от 35-40, а то и больше в месяц, при условии, что ты бесплатно проживаешь и питаешься, а это основное условие для студенческих отрядов, если работа на выезде, на выездном объекте. Наверное, это хорошие деньги. Если мы говорим о еще более хорошем заработке, то вот у нас второй год уже развивается направление студенческие путинные отряды. Вот Люба не говорила об этом. Путинные отряды, это ребята трудоустраиваются на обработке и переработке рыбы. Путинные – это массовая миграция рыбы. И вот мы второй год подряд уже направляем студенческий путинный отряд на работу в Камчатский край. И я думаю, что это не секрет, почему мы должны это скрывать. За полтора месяца средняя зарплата составила 110 тысяч. Хороший доход молодого человека. Это очень хорошая зарплата, но это очень тяжелый труд. То есть, когда особенно вот был пик у них, это примерно конец июля, они работали 8 через 8. То есть 8 часов ты работаешь, 8 часов ты отдыхаешь и опять 8 часов работаешь. И это было примерно 3 недели. То есть вот в таком режиме. Потом, когда миграция рыбы стала поменьше, немножко им давали побольше отдыхать. Но 3 недели, 8 через 8 – это очень тяжело. Но, понятное дело, что никто не жаловался, потому что ребята знали, куда ехали. Причем вот отряд, который в прошлом году работал, в 22-м, их было 14 человек, из них пятеро были девушки. Они тоже в этом режиме работали. Понятно, что они работали на икре. То есть раскладывали икру по баночкам, ее фасовали и так далее. Но режим и график работы был аналогичный, как и у ребят, как у парней. Вот. Работа тяжелая, поэтому такая оплата. Что касается там, например, других заработков, то проводники неплохо зарабатывают. В среднем 35-40 за месяц. Ребята работают здесь, в Ульяновске, в вагонный участок Ульяновск. Они занимаются обслуживанием пассажиров. Но это проводники. Они в летнее время, как и старшее поколение, работают проводниками на поездах дальнего следования. Как правило, это направление Ульяновск-Анапа, потому что летом увеличивается количество южных поездов. Есть и Нижневартовск, есть и Адлер, есть и Санкт-Петербург и так далее. Хорошая зарплата у строителей, действительно. Вы говорили, что много объектов, которые не в Ульяновске, то есть где-то на выезде. То есть где наши ребята в Ульяновске отметились уже? На строительстве каких объектов? Традиционно строительные отряды работают в Озерске, это Челябинская область. Там строятся объекты инфраструктуры, атомных предприятий. Мы, честно говоря, не можем говорить, из каких, потому что это немножко закрытая информация. Ребята также работают. Вообще, строительные отряды, мы считаем, что в последнее время, три года, как мы, условно говоря, дали толчок. Почему? Потому что мы, благодаря поддержке центрального штаба нашей организации, благодаря поддержке нашего одного из стратегических партнеров, Росатом, нам получилось организовать всероссийскую студенческую стройку на территории Ульяновской области. Вы, наверное, знаете, и многие уже жители знают, что у нас на базе неара строится многоцелевой реактор на быстрых нейтронах. Это уникальное сооружение. И вот с 2021 года это всероссийская студенческая стройка. И благодаря этому, в том числе, нам удалось сформировать студенческие строительные отряды, потому что, ну опять, не хочу как бы это скрывать, по строительным отрядам у нас в регионе есть проблемы. Почему? Потому что на наши областные, условно говоря, стройки, ну, мягко говоря, не разрешают трудоустраивать студентов по разным причинам. Вот. И только благодаря тому, что нам удалось организовать всероссийскую студенческую стройку, нам удалось сформировать уже три студенческих строительных отряда, которые там работали. Ну, я так понимаю, это масштабный проект. А как же вот они совмещают все это с учебой? Получается... Ну, если это строительные отряды, то это, как правило, летнее время, это июль-август. Хотя на той же самой сейчас всероссийской студенческой стройке проходит зимний этап. То есть сейчас отряд из 14 человек, сформированный на базе Демитроврадского технического колледжа, принимает участие в зимнем этапе. То есть в данный момент идет зимний этап всероссийской стройки. Он будет с 1 февраля по 30 марта. Всего 42 человека со всей России. 14 наших ребят работает. А совмещают это путем того, что работают в летнее время, как правило. Хотя много объектов, которые просят нас трудоустраивать ребят и направлять ребят не только в летнее время. Ну, и здесь уже, так сказать, взаимодействие с учебными заведениями. Это и досрочка, то есть досрочная сдача сессии, это и досрочная возможность экзамены все сдать, для того, чтобы ребята смогли поехать, поработать, заработать, приобщиться к нашему большому движению. Вот, Любовь, а вот это вот, только ли нужно желание, чтобы попасть в тот отряд? Или действительно потом происходит такой внутренний отсев? Ну, что скрывать? Всегда есть те люди, которые приходят, хотят, мы хотим заработать, потом сталкиваются с работой, пытаются где-то отлынуть, где-то, ой, оказывается, тут 8 через 8. Вот такие люди попадаются, они не приживаются? Или есть такой жесткий отбор, и мы сначала проверим, отличник ли ты везде, ли ты успеваешь? Или вот подтягивают всю жизнь немного. Или, да, с ними, может быть, работают, подтягивают, как мотивируют. Ну, вообще, отряд — это большая команда, которая впоследствии становится семьей, поэтому если человеку неинтересна отрядная деятельность, то он сам понимает прекрасно, что людям не по душе немного. В каждом отряде есть командир, комиссар, которые тоже общаются с ребятами, понимают, их ли это люди или нет, и принимают к себе в команду уже тех людей, с которыми комфортно работать. А комфортно работать с людьми не обязательно талантливыми, которые понимают, зачем они идут, что они собираются делать и с какой целью. Поэтому такие ребята могут появиться, они отработают лет, то есть у нас обязательно нужно, если ты вступил в отряд, отработать отведенный тебе срок, но впоследствии за ребятами уже стоит выбор участвовать дальше в отрядной деятельности, ехать ли в следующем году, снова работать или нет. И уже в зависимости от его поведения на этой цели не командир тоже будет делать вывод, брать ли этого человека в следующем году в команду. Для нас очень важно, чтобы нам было еще и комфортно работать. Но в то же самое время, да, вот все-таки мы и говорим о том, что есть ведь момент трудового воспитания. То есть даже если ребята, которые, ну, столкнулись с трудностями, а они, естественно, по-любому будут, в любой работе есть трудности, наша задача, и сделать так, чтобы, так сказать, он понимал, зачем он пришел, потому что если он сейчас там на этапе студенчества не научится эти трудности преодолевать, то дальше у него тоже будет мало что получаться. А в коллективе, именно в отряде, преодолевать трудности легче, чем одному человеку. Поэтому вот трудовое воспитание, это, наверное, в студенческих отрядах одно из важнейших направлений, потому что мы, условно говоря, опять-таки у нас много разных выражений, мы считаем, что труд крут. Труд крут. Труд крут. И поэтому для нас важно сделать так, чтобы студенты, будущие специалисты понимали, насколько важно и нужно трудиться. Ну, вот на этом, к сожалению, нам придется остановиться. Время неумолимо бежит к завершению. Еще раз с праздником вас. Да, с праздником. И спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Большое спасибо. Ну, а мы напомним. Да, я напомню, что у нас в студии был Василий Лаврентьев, руководитель Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и Любовь Зимкина, заместитель руководителя Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» по педагогическому направлению. Ну, а мы двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин